В отделение реабилитации попадают южноуральцы только с тяжелыми диагнозами. Это пациенты, у кого перестали двигаться конечности после инсультов, операций на позвоночек или они получили множество переломов. Вячеслав находится в отделении больше двух недель. Мужчина попал в аварию. Врачи говорят, что он чудом остался жив. Риском было даже брать на реабилитацию. Но теперь мужчина начинает потихоньку уходить, пока в экзоскелете. То, что он аннует, это приятно, потому что оно оживает и чувствительность возвращается. Это самое главное. Не так быстро, но возвращается. У меня три операции. Первую сделали в этот же день. Там потеря КВ было, там порядка 1,4 литра что ли. А собирали еще позвонок. Я получается неделю без второй и третьей операции. И вот 11 числа мне сделали. В отделении сделали ремонт и оснастили самой современной техникой. Это экзоскелеты, с помощью которых пациентам восстанавливают способность ходить. Антигравитационные дорожки, прикроватные тренажеры. На дисплеях сразу видно, какие именно мышцы задействованы и где нужно приложить чуть больше усилий. Местами процесс реабилитации напоминает компьютерную игру. Всего в центре появилось 25 новых тренажеров. Сегодня полноценное отделение открыто. Мы с удовольствием посмотрели все палаты, все залы, в которых занимаются пациенты. И это, конечно же, высочайший уровень. Сейчас на реабилитацию готовы принять до 60 больных. Планируется в будущем эту цифру увеличить до сотни человек. Мы выписываем не лежачих больных, обездвиженных, а уже тех людей, которые могут за собой ухаживать. Многие восстанавливаются, приступают к работе. И вот это, конечно, я считаю, для медиков, это вот от начала и до конца больного нужно доводить, чтобы он нормальным, адекватным возвращался в семью, возвращался на работу. На обновление отделения выделили 140 миллионов из федерального и областного бюджетов. Большое внимание также уделили обучению врачей и инструкторов ЛФК, чтобы они смогли работать с новым оборудованием.